я буду делать тесто из 500 грамм муки это мука высшего сорта на 500 грамм муки нам понадобится 300 миллилитров теплой воды может понадобиться чуть чуть больше в зависимости от состояния вашей муки 50 миллилитров растительного масла чайная ложка соли 2 чайные ложки сахара и пачка сухих дрожжей из этого количества муки у нас получится примерно 3 средних размера пиццы или две большие пиццы для начала нам нужно растворить дрожжи в теплой воде вместе с сахаром и солью сейчас добавим эту смесь в нашу муку и начинаем замешивать тесто я думаю что нам нужно добавить немножечко больше теплой воды может быть 30 50 миллилитров невозможно никогда заранее предугадать сколько воды в себя впитает мука потому что мука всегда разная тесто замешано добавим растительное масло и еще несколько минут хорошенько замесим тесто потому что тесто любит дрожжевое тесто любит чтобы его долго мяли посмотрите какое прекрасное тесто получилось сейчас мы его накроем и оставим на некоторое время чтобы тесто поднялось мы накрыли крышкой наше тесто и сейчас обязательно накрываем чем-то теплым накрываем одеялом можно даже не одно а несколько одеял потому что тесто очень любит тепло прошло около двух часов давайте посмотрим что там с нашим тестом сделалось как вы видите тесто хорошо поднялось но для лучшего результата вы можете это тесто сейчас опустить замять и дать ему повторно подняться и в этом случае ваше тесто будет намного намного лучше прошел еще один час и смотрим наше тесто посмотрите оно опять поднялось тесто мы разделим на несколько частей и начнем делать нашу пиццу тесто у меня получилось 900 грамм я разделила на 300 грамм каждый это стандартный размер пиццы в италии 300 грамм должно быть тесто сейчас франко покажет как делается настоящий соус для пиццы в италии для этого нужно взять томатный соус обязательно возьмите пожалуйста хорошего качества потом в этот томатный соус мы добавляем чеснок пару пару зубчиков будет достаточно и добавляем немного сухих трав мы добавляем у нас есть ореган и мы его добавляем можете добавить травки по вашему вкусу сухие какие вам нравятся и соль обязательно не забудьте потом нужно блендером хорошо все это перемешать и основа томатная для пиццы готова сейчас алича попробует очень очень вкусно спасибо сейчас франко вам покажет как делается настоящая итальянская пицца в италии пицца делается только очень тонкая не бывают толстые основы тесто должно быть тоненьким добавляем соус который мы подготовили и вот так равномерно распределяем по пицце аличи равномерно распределяет это мы будем делать пиццу маргарита папа финиш можете добавить любой сыр какой у вас есть мы добавили сыр моцарелла этим если вы добавляете сыр моцарелла то можно вот такими крупными кусками потому что когда будет пицца в духовке печься она расплавится и равномерно распределиться по всему тесту сейчас кладем в горячую духовку пицца печется в очень горячей духовке и ждем пока она будет готова наверное минут 10-15 и пицца будет готова пицца маргарита готова сейчас сверху мы для украшения добавим листья базилика и посмотрите какая красота и как легко это делается это самая популярная пицца самая популярная пицца в италии вот эта пицца а и Продолжение следует...